Приемная на дороге. В целях повышения доверия к госорганам в Караганде прошла акция. Абсолютно каждый прохожий имел возможность поговорить с представителями власти и задать интересующие его вопросы. О чем спрашивали карагандинцы у чиновников в следующем сюжете. Как не стать жертвой мошенников? Как действовать в случае ДТП? Что грозит задачу и получение взятки? Эти и другие вопросы обсуждались на акции «Приемная на дороге». По словам члена комиссии по противодействию коррупции Аркадия Тлеубердинова, данное мероприятие проводится для улучшения взаимоотношений между народом и властью. Проводим эти мероприятия по профилактике правонарушений. Проводится эта организация работ совместно с органами правоохранительной функции. Это МВД, антикоррупционная служба, естественные инициаторы Акимат области, Акимат города. Что мы делаем? Мы даем безвозмездно, однозначно консультации, чтобы сформировать антикоррупционную культуру среди каждой личности населения, в том числе, особенно молодежи. Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема бытового насилия. По словам старшего инспектора группы по защите прав женщин Асель Жапаровой, за этот год было выявлено более 3500 фактов домашнего насилия. И более 1500 правонарушителей были привлечены к ответственности. На сегодняшний день по поправкам законодательного характера мы сегодня перешли от заявительного характера на выявительный характер. То есть все преступления, правонарушения, либо кто-то стал очевидцем преступления бытового характера, любой, это может быть и знакомый, и сосед, он должен обратиться и может обратиться в органы внутренних дел, где незамедлительно примутся меры административного, либо уголовной ответственности. На сегодняшний день подобные мероприятия реализуются по всему городу. Основной упор делается на подрастающее поколение и молодежь. Ну, буквально вот мы сегодня проводили мероприятие, семинар, встречу большой аудитории профтехколледжа Караганды. Это колледж питания и сервиза. Участвовал более 100 с лишним аудиторий студентов, обучающихся, педагогический коллектив. Проводим по Академии госуправления филиал Карагандинской области тоже мероприятия с госслужащими. И во многих учебных заведениях, университетах и также вообще образовательных учебных заведениях. Вопрос именно правосознания, правокультуры. Без правосознания, то есть нормы права должен соблюдать каждый. Поэтому человек, вырастая в личность, он должен, конечно, себя чувствовать защищенным как государством, так и обществом. В данном случае это обязательно.